Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Перри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Перри Стоуна. Если вы давно смотрите передачу «Фестиваль Манны», то уже 60 раз видели выпуски со мной из этого места. Все потому, что я делюсь учением в амфитеатре. Но я расскажу вам, как понять, что это новый выпуск. Кто-то из наших гостей знает? Скажите, пожалуйста, новая рубашка. Не могу поверить. Я не говорил им этого. Это абсолютно новая рубашка. Мне приходится покупать новые рубашки на каждый новый тур, потому что люди думают, что это повтор. Но теперь давайте говорить серьезно. Я хочу проповедовать об эффекции Харпазо. Я хочу прочитать первое послание Фессалоникицам, 4 главу 16 и 17 стихи, где Павел говорит. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Я хочу поговорить о контексте этого стиха, историческом контексте. Апостол Павел был известен как Саввел и Старс. Он был, как говорят еврейские источники, раввином и должен был стать главным раввином Иерусалима. Он был гонителем христиан. Он считал, что это был новый культ, который угрожал иудаизму. Он пошел в Дамаск, чтобы арестовывать христиан. У него было разрешение, чтобы вернуть их в Иерусалим и арестовать. Но по дороге в Дамаск Господь поразил и ослепил его. Затем к нему отправили Ананию, который помолился за него, и его зрение восстановилось. После этого он крестился и стал настоящим верующим в Господа Иисуса Христа, Мессию. После этого Павлу удалось избежать смерти. Его спустили в корзине со стен Дамаска. А в послании к Галатам говорится, что после этого Павел пошел в Аравийскую пустыню. Он пишет, что провел там три года. Некоторые говорят, что Павел пробыл там от одного года до трех лет. Если вы откроете послание к Галатам, то увидите, что там сказано, что гора Синай находится в Аравии. Не на полуострове между Израилем и Египтом. Это традиционное место. Настоящая гора Синай находится в Аравии. Ее нашли наши друзья, которые проводили там раскопки. Я даже слышал о том, что правительство Саудовской Аравии планирует разрешить туристам посещать гору Синай. И там есть все. Рассеченный камень, сухое русло. Это нечто. Так, для чего же Павел пошел туда? Если вы читали Библию, то знаете, что Моисей пошел на гору Синай, чтобы получить пятикнижие или Тору. Моисей пошел туда, чтобы получить откровение от Господа. Павел пошел в Аравию, чтобы получить откровение от Господа. Он говорит, ибо я принял его, и не от человека, но через Иисуса Христа. В Новом Завете, начиная с послания к римлянам и во всех 14 посланиях Павла, если предположить, что он написал послание к евреям, а я так считаю, то во всех этих посланиях упоминается пришествие Господа. Но первое послание Павла — это первое фессалоникицам. Я думал, что он написал послание к римлянам, затем первое послание к коринфянам и так далее. Я думал, что послания расположены по порядку, но это не так. В первую очередь, Павел писал первое послание фессалоникицам. Там он говорит, что Господь сойдет с небес, и что мы встретимся с ним на облаках. В послании к римлянам и первым коринфянам, первым фессалоникицам, первом послании Павла. Он пять раз упоминает это. Его послание не было разделено на стихи, оно было единым целым. Богословы разделили его на главы и стихи. В пяти разных главах упоминается пришествие Господа. Павел использует весьма интересное слово. Он говорит, что мы вознесемся, чтобы встретиться с Господом на облаках. Там стоит греческое слово «харпаза». Святой Иероним перевел Библию с греческого на латынь. Он использовал слово на латыни, от которого происходит английское слово «вознесение». Слово «вознесение» происходит от перевода с греческого на латынь. Святой Иероним переводил Библию в Вифлееме. Но я хочу, чтобы мы разобрались с этим греческим словом «харпаза», потому что эта форма используется четыре раза с английской фразой, означающей «восхищение». Вот эти места. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Там Павел говорит, что был восхищен на третье небо в теле или вне тела. Там стоит греческое слово «харпаза». Затем мы видим четвертый стих этой же главы. Там он говорит, что был восхищен в рай. Сначала на третье небо, а потом в рай. И везде стоит слово «харпаза». А затем мы видим в первом послании Фессалоникицам, 4 главе, 17 стихе, «мы будем восхищены на облаках». Там также стоит «харпаза». После этого мы видим откровение, 12 главу, 5 стих, где младенец восхищен был к престолу Божьему. Там тоже стоит «харпаза». Так что же означает это слово? Это очень важно. Как вы заметили, эти слова говорят о переходе из одного места в другое. Младенец перенесен, Павел перенесен, мы перенесемся, и во всех этих случаях говорится о переходе с земли на небо. Вы понимаете меня? Я должен был убедиться в этом. Озвучив все это, я хочу дать вам 4 значения слова «харпаза». Даже на моих конференциях мы не рассматривали этот вопрос на таком уровне. Один из моих любимых греческих богословов — это Кеннет Уэст. Конечно, я пользуюсь словарем «Вайн». Большинство пасторов знают его. Он позволяет по-новому взглянуть на классический греческий икоин, что позволяет лучше понять отдельные слова. Вайн сказал, что есть 4 разных значения, которые связаны со словом «харпаза». Сейчас мы разберемся с ними. Не забывайте, что здесь говорится о том, что мы будем похищены. Харпаза. Чтобы встретиться с Господом на облаках. Он сказал, что вот каково первое значение. Готовы? Я цитирую «переносить силой». Также это слово может означать «забрать быстро». Но давайте посмотрим сначала на значение «переносить силой». Зачем Господу приходить и переносить церковь силой? В послании к Ефесинам, 2 главе, 2 стихе, сатану называют князем, господствующим в воздухе. Если вы прочитаете историю о том, как Иаков боролся с ангелом, то увидите, что Иаков держал ангела до самого конца. Да? У нас будут воскресшие тела. Это будут духовные тела, которые мы получим при пришествии Господа. Начальство, власти и духе злобы поднебесной — это духовные тела. Мы войдем в мир, где дух может остановить дух. Но Иисус вернется и заберет нас с такой силой, что никакая духовная сила не помешает нам попасть туда, куда Он хочет. Это будет кричащая толпа. Итак, внезапная сила пронзит завесу демонической тьмы и сущностей, находящихся в поднебесе. Итак, это первое значение слова. Я давно ждал момента, чтобы поделиться этой проповедью. Второе. Кеннет Вейн говорит, что второе значение Харпаза — спасать от опасности или уничтожения. Это один из аргументов пользы Вознесения до скорби. Почему? Библия говорит, что наступит великая скорбь, которая не была от начала мира. Даниила, 12 глава, говорит об этом трудно временем. В Евангелии от Матфея, 24 главе, Иисус предупреждает нас о ней. Книга Откровения говорит нам с 6 по 18 главу, что суды, язвы, астероиды, землетрясения, цунами, о которых говорится там, придут на землю. Иисус даже сказал, и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плац. Иисус говорит, что будет две разные группы. Есть группы, которые отождествляются с церковью, есть группы, которые отождествляются со Христом, потому что есть религиозные люди, у которых нет отношений с Богом. Я не хочу называть их по имени, потому что их имена знает весь мир, они имеют форму церкви, но они упоминают Божье имя в суе, ведут себя странно, делают глупости, и при этом они религиозны. Но религия не поможет вам попасть на небеса. Только завет с Богом позволит вам попасть на небеса. Вам нужны отношения с Господом, который Он дает к завете. Вот что я хочу сказать вам. Скорбь — это трудное и опасное время. Слово «скорбь» происходит от греческого слова, означающего проблемы, страдания и боли. Оно означает все это. Так зачем же Иисусу приходить, чтобы спасти нас, Харпазу, от опасности, уберечь нас от скорби? Библия говорит, что Бог не предназначил нас гневу, но к обретению спасения посредством Его Сына. В послании к римлянам сказано, что дети мира — это дети гнева. Дети Божьи — не дети гнева. Мы рождены свыше. Павел говорит, что мы свободны от грядущего гнева. Это означает, что мы не просто не попадем в ад. Это означает, что мы свободны от времени гнева Агнца и Бога, о которых говорится в Откровении. Это было второе значение. А вот и третье значение по Уэсту. Я вам скажу об этом сейчас открыто. Это божественная сила, которая переносит человека из одного места в другое. Я говорил вам, что в тех четырех местах, где используется это слово, в переводе стоит «похищенный». Вот каково настоящее значение. Это слово обладает значением, когда одного человека переносят из одного места в другое. «Посмотрите на четырех людей». Я вкратце расскажу о них, потому что у меня будет еще одно учение об этом. Было четыре человека, которых перенесли с одного места в другое. Бутия 5.24, Енох был восхищен. Бог взял его и перенес в другое место. Об этом также можно прочитать в Евреям 11 главе. 2. Илья был похищен на небо на огненной колеснице. Об этом говорится в 4 книге царств, 2 главе. Я верю, что Енох и Илья будут теми двумя свидетелями, которые вернутся в Иерусалим. Об этом и сказано в 11 главе Откровения. Деяние 1.11. Только задумайтесь. Здесь, на горе Елеонской. Да, я бывал здесь уже 38 раз, и эти слова все равно цепляют меня за душу. Иисус Христос поднялся с Елеонской горы прямо на небо. Его видел Павел, который шел в Дамаск, и Стефан, когда его побивали камнями. Он был одесной отца. Им не понадобился миллиард лет, чтобы попасть на небо. Ученые говорят о черных дырах. Это интересно. Говорят, что зайдя в одну, вы можете оказаться в другой вселенной во мгновение ока. Вы, пожалуй, не услышали меня. Разве это не интересно? Так говорит наука. Мы говорим о переходе отсюда на небо. Ну, не знаю, как это возможно. А потом они говорят о черных дырах. Каждый умерший видел туннель, да? Я умер и увидел туннель. И в конце этого туннеля был свет. Ну, вот и оно. А вы прошли через черную дыру. Возможно, Бог и не называл это черной дырой. Он может называть это дорогой домой. Исход. Вам нужно прочитать мою новую книгу, чтобы понять это. Но мы продолжим. Иисус вознесся, и Филипп... Филипп, кстати, пророчествовал в Самарии. Бог сказал ему пойти в Газу. Вы готовы? Она в 150 километрах. А затем он восхищает его из Газа и возвращает его в Самарию. Кто бы из вас был рад тому, если бы мы могли посещать святую землю без перелетов на самолете? Разве это не было бы чудесно? Ты можешь остаться здесь, а можешь вернуться домой? Это чудесно. Я бы взял Аманду, хотя так можно попасть без паспорта. Не думаю, что Бог допустил бы подобное. Я хочу вернуться к Филиппу. Если бы ему пришлось пройти 150 километров, я перепроверил это. Ему понадобилось 3 дня на путь из Самарии в Газу. Но Бог восхитил его, перенес его с одного места в другое. И нечто подобное случится и с нами. Итак, Харпаза, которое перевели как «восхитить», означает «перенестись в цели из одного места в другое». В первом послании Фессалоникицам говорится о том, что мы будем восхищены в цели, чтобы встретиться с Господом на облаках. Четвертое. Уверен, вы ждали этого. Мне очень нравится это значение. Одно из значений слова «харпаза» в Писании на греческом означает «страстно принимать для себя». Иоанна 14 глава. «Если веруете в меня, то я приму вас к себе, чтобы вы были там, где и я». Мы также видим в первом послании Фессалоникицам, чтобы мы навеки были с Господом. Господь идет, чтобы взять свою невесту. Павел говорит, «Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас чистую девою». Это не совсем связано с нашей темой, и мне, наверное, не стоит затрагивать ее, но многие спорят о том, почему во времена Авраама, Исаака и Иакова, и до появления Торы, законов о мужьях и женах разрешалось иметь больше одной жены. Мужчины задавали мне подобные вопросы и не потому что хотели избавиться от жен. Они говорят, «Мы хотим знать, почему это разрешалось тогда». Но в Новом Завете у мужчины не может быть много жен. Ответ весьма прост, особенно если посмотреть на труды Павла. Нельзя служить Иисусу, а также трём-четырём другим богам, чтобы попасть на небо. Вы должны заключить завет с одним богом и служить Ему, потому что он возьмет вас на небо. Я не буду называть имена людей, которые поступают иначе, потому что мы выходим в разных странах. Но у вас не может быть идол здесь, а кумир там, потому что Бог лишь один. Вот почему Библия говорит о муже одной жены и жене одного мужа. Всё потому что это связано с верностью человека Христу. Мы видим это сравнение в посланиях Павла. Я не знаю, кому предназначались эти слова. Наверное, тому, у кого пять жен. Вы должны понимать, что происходит. Ну, давайте оставим эту тему. Я говорю об эффекте Харпаза. Слово «похитить» в первом послании Фессалоникицем 4, главе 16 и 17 стихах, это Харпазо. Мы увидели, что Харпаза означает «увезти и забрать, увезти из опасности». Мы с Пэм раньше ходили в один греческий ресторан в Шарлотте, Северная Каролина. Не знаю, остался ли он там. Там было пробуждение, которое длилось 4 недели. Я каждый день обедал в греческом ресторане, так что нет ничего удивительного в том, что у меня повышенный сахар. Я ел спагетти с соусом из морепродуктов и чесноком. К счастью, до начала служения чеснок уже выветривался. Я никогда не забуду владельца этого ресторана по имени Дино. Я спросил у Дино, который сам из Греции, что значит «восхитить». И он сказал мне, как это слово звучит на греческом. Вот тогда-то я и услышал его впервые. Харпазо. Расскажи мне, что это означает. Он сказал, сегодня у него будет вот какое значение. Ребенок играется на улице, на него едет машина. Ты тянешься и хватаешь его за волосы, избавляя от опасности. Он сказал, вот какое значение, я придаю этому слову. Схватить, вытянуть. Вы должны понимать, что возвращение Господа будет быстрым и внезапным. Я не думаю, что у людей будет время покаяться. Павел говорит, что мы изменимся в одно мгновение. Вот почему идея о том, что можно будет покаяться, когда Господь придет, и прозвучит труба, «Бог говорил мне об этом». Возглас, голос Архангела, труба Божия, у меня будет минута или две, чтобы покаяться. Во-первых, откуда вы знаете, что услышится эту трубу? И вот почему. В Новом Завете Бог говорил с небес. В Библии сказано, что одни решили, что это был гром, другие решили, что ангел, а третьи знали, что это был Бог. Я хочу сказать, что если вы близки к Нему, то услышите трубу, но если вы не следуете за Ним и не служите Ему, вы услышите большой бах и скажете, что это было. Вы начнете искать близких, а их не будет. Как вам такое? У вас есть три варианта, если вы не следуете за Господом. Живете своей жизнью, не хотите каяться или обращаться к Господу. Вот ваши три варианта в семилетней скорби. Первый вариант — умереть от язвы или суда во время скорби. Мы читаем, что это случится с третью население. Их ждут суды. Сегодня это 2,4 миллиарда человек. Это первый вариант. Второй вариант записан в Откровении 20 главе 4 стихе. Быть обезглавленным Антихристом и его религиозной системой. Это сильно затронет Ближний Восток и Европу. Многие из вас слышали мое учение об Антихристе и мою теорию на основании Писания, откуда он и каково его религиозное воспитание. Есть одна большая религия, которая обезглавливает тех, кого считает богохульниками. Третье. Откровение 13 глава. Это тоже не самый приятный вариант. Вы не сможете покупать еду, умрете с голода в это время. Вам будет нужна метка зверя, чтобы покупать и продавать. Вот почему я говорю вам, что лучший вариант, если бы мне дали выбор, попасть на небо или в ад, то я бы выбрал небеса. Понимаете? Если я знаю, что скорбь придет, я знаю, что есть зрители, которые верят в вознесение во время скорби или после нее. Это ваше право. Я лишь говорю, что больше доказательств в пользу другого. У меня есть десятичасовое учение о вознесении, которое я как-то предложу вам. Если вы не поверите после десяти часов, оставайтесь здесь. Там вы найдете ответы на все вопросы и представления. Опять же, вознесение — это перевод слова «восхитить» на латыни, которое святой Иероним использовал в переводе Библии с греческого на латынь. Если у вас нет отношения с Господом, если вы не принимали Христа, прощение грехов, обратитесь к Слову Божьему, к проповедям, а потом скажите, «Господи, я знаю, что я грешник, что грех Адама на мне». Я могу избавиться от Него, лишь следуя за тобой. Иисус обещает жизнь вечную. Вечная жизнь на земле в текущем состоянии в некоторых странах не выглядит привлекательной. Но когда придет Мессия, все изменится. Наступит мир. Сатана будет связан на одну тысячу лет вместе со всеми бесами, а Иисус будет править с той горы. Он будет править вместе с нами, вот прямо там. Вы увидите эту гору вновь. Она будет выглядеть иначе. Я хочу призвать вас следовать за Христом и служить Ему, где бы вы ни были. Мы каждую неделю получаем письма из Австралии, Индонезии, Тайвана и Сингапура, в которых люди говорят, «Я не был верующим христианином. Я принял Господа после просмотра вашей передачи». Напишите мне. Расскажите о том, что Бог сделал для вас. У нас есть новые материалы для вас. Так что не переключайтесь. Я хочу, чтобы вы знали, где я буду. В этом году у нас много новых мест. Давайте прославим Бога из Иерусалима! Наше специальное предложение очень важное. Сейчас книга Откровения или Апокалипсисом интересуется столько людей, как никогда ранее. Люди говорят, «А есть ли это в книге Откровения? Есть ли там вирусы, землетрясения, саранча? Является ли все это частью последнего времени, о котором говорили проповедники?» И ответ на это — «Да». У меня в руках сборник из семи DVD. Не просто дисков, а DVD, на которых находятся таблицы, карты, писания и подробности. Это исследование книги Откровения от первой главы и до Аминь 22 главы. Вот название некоторых DVD. Код Апокалипсиса и Небесный Храм, Небесный Тронный Зал, Священство и Начало Скорби, Два Свидетеля, Бема, Дракон и Царство Зверя, вот еще один Исламский Антихрист, Лже Пророк и Империя Зверя. Еще один DVD называется «Загадочная метка три шестерки». Загадочная «Женщина и тайна Вавилон». Вот чудесный диск «Тысячелетний кот, тысячелет правления Христа Царя». Еще один диск называется «Когда сатана будет связан, а небеса спустятся на землю». Мне понадобилось несколько лет, чтобы подготовить все это, исследовать греческие слова, исторические моменты и учения первых отцов. Вы получаете учение библейской школы на DVD. Я хочу, чтобы вы получили код апокалипсиса по особой цене. Не забывайте, что это 7 DVD и 15 часов учения. Он доступен вам по цене в 75 долларов. Вы получите набор в чудесной коробке. Кроме того, вы получите дополнительный DVD. В итоге у вас будет 8 DVD. Вы можете зайти на наш сайт, позвонить по номеру, который видите на экране, или написать мне на почтовый адрес, который также на экране. У этого предложения есть номер, и вы должны написать его, чтобы мы знали, что именно вы заказываете. Опять же, мы высылаем этот набор за пожертвование в размере 75 долларов или больше. Мы используем эти деньги только на служение. Вы многое узнаете. Будьте готовы. Я Брайан Катшелл, и сегодня я заменяю Перри Стоуна. Я знаю, что вам понравилось это удивительное учение о том, почему некоторые христиане выступают против Вознесения. Это хороший вопрос. Я не знаю, зачем кому-то, кто читает Библию, выступать против Вознесения Церкви. Лично я с нетерпением жду Вознесения. Это одна из тех вещей, которая видна во всей Библии. Это не событие, а шаблон, который мы видим в бытие, начиная с Еноха и далее к Илье, пророкам, Иисусу. Это удивительное событие, которого ждем мы все. Я знаю, что вам понравилось это учение, которым Перри делился на Елеонской горе. Именно туда Христос вернется во время Второго пришествия. Это был чудесный день для изучения Слова Божьего. Я знаю, что вам понравилось. Кстати, если вы любите подобное учение о последних временах, то вам понравится наше предложение месяцем, мы предлагаем сборник «Раскрывая код апокалипсиса» по скидочной цене. Этот сборник посвящен книге Откровения. Если вы хотите лучше понять книгу Откровения, то вам нужен этот сборник. Следите за информацией на экране, чтобы узнать больше о нем. Вскоре у нас будет тур по Израилю. Если вы любите Израиль и любите подобные учения, то вам стоит записать эту информацию. Мы расскажем вам о том, как присоединиться к Перри в Израиле в 2020 году. Сейчас в мире карантин. Это время ожидания, тревоги, в котором тяжело заглянуть в будущее. Но я верю, что Божье Слово ведет и направляет нас в подобные моменты. Хоть мы и не можем заглядывать наперед, мы знаем, что Бог рядом, что Он ждет нас, что Его благословение рядом. Все это готовит нас к удивительным событиям в этом мире. Я имею в виду, прежде всего, пришествие Господа и пробуждение на нашей земле. Я верю, что это время напряженной молитвы, которая принесет нам пробуждение. Я жду хорошего и чудесного впереди. Я верю, что слава Божия явится по всему миру. Уверен, вы тоже. Если вы хотите получить больше наставлений, то я советую вам посетить сайт ISO Международные Школы Слова. Заходите на наш сайт, и вы найдете много удивительных ресурсов. Пусть Господь благословит и сохранит вас. Пусть Он осенит вас и даст вам сил в жизни. И когда вы будете проводить это время наедине с Богом, не забудьте помолиться за наше служение. А мы, в свою очередь, будем и дальше молиться за вас и за другие служения, которые поднимают знамя крови Христа, помогая планам Божиим исполняться через его народ. В это время мы призваны ходатайствовать друг за друга. Спасибо за ваши молитвы и поддержку. Пусть Бог благословит вас. Ферри Стоун приглашает вас в тур по Израилю в 2020 году, который пройдет с 23 ноября по 2 декабря. Вы также сможете посетить Петру в Иордании. Звоните по номеру, который видите на экране, или заходите на наш сайт, адрес которого указан на экране, чтобы больше узнать, а также зарегистрироваться заранее.